Всем привет, друзья! С вами Болтарез, и сегодня мы поиграем в Dust Heaven. Это какой-то Resident Evil в очень милой обложке, как многие писали в отзывах. Давайте взглянем. Шум извне утихнет. Ужасающая тишина заполняет воздух. Я не могу просто бездействовать. Нужно найти выход из особняка. Ну да, действительно, начало очень похоже на Resident. Управление, все понятно. Нажмите Space, чтобы взять предмет. Escape, чтобы открыть инвентарь. Ага, тут наш пульс, наше ХП. Это что-то какое-то время непонятное. Записи начальника. Хотите прочитать? Ну, естественно. Дневник надзирателя 1. 1. 15 января 98 года. Дождливо. Дождливая погода заставляет меня грустить. Боб постоянно кричит, что мне надо больше работать. Весь день я проработал в подсобке. 21 января. Дождливо. И еще один хреновый дождливый день. Ебать, я тоже хочу такие зимы. Я потерял единственный запасной ключ. И надеюсь найти его, пока об этом не узнал Боб. Возможно, он находится под одной из коробок, которые я носил. Да, уж чувствую, что это будет чертовски хреновая неделя. Ребята, у вас, блядь, в январе нет снега. Какая может быть хреновая неделя? Так, у меня здесь что-то появлялось. Ну и что? Я это уже прочитал. Этот дневник, то есть я не подбираю. Его просто почитались. Блядь, ну здесь что-то появилось. А, вот. Открыть ящик и закрыть его. Ага. В ящике нихуя нет. Это что? Это получается какой-то, я не знаю, склад. Здесь мы будем оставлять свои вещи. Ну хорошо. Заперто. И стрелочка куда-то ведет вниз. Ну это на самом деле очень плохо, что заперто, потому что у меня как бы больше-то ничего и нет. У нас же какие-то монетки у нас будут. Потому что здесь что-то покупать собираемся. Ага. Вон, вижу, блядь, здесь есть дырка. Нажмите спей, чтобы толкать. Хорошо. Некое такое обучение, ребят, происходит сейчас, чтобы мы вообще понимали, что можно делать в этой игре, а что нельзя. Девятимиллиметровые патроны. Ну, ребят, патроны это такая хуйня, что нужно их всегда брать, когда предлагают. Записи начальника, еще одни. Первое февраля. Облачно. Сегодня я услышал от ботаников, что растение в горшке в этом исследовательском учреждении обладает целебными свойствами. Спустя две недели стало солнечно. Райли, один из местных ботаников, сказал мне, что получил немного порошка, смешанного из двух трав, у которого есть терапевтический эффект. Но я гораздо больше обеспокоен тем, что вирус действительно просочился, как говорили слухи, и не желаю тут подохнуть. Ну, затем опять солнечно через два дня. Я случайно наткнулся на Боба, который что-то прятал на стенной лампе возле своего офиса. Он просто не может перестать заниматься контрабандой. Ага. Боба что-то прятал у нас. В стене где-то, говорит, да? Шкафчики. Так, это я понял. Это я могу толкать. Куда? Куда мне нужно это толкать? Тихо-тихо-тихо. Слушайте, интересно, а если я, допустим, вплотную прижму этот ящик? Я же от стены никакого, да, получается, не смогу отодвинуть. Ну, здесь дверь, естественно, закрыта. Дверь сломана даже, да, не просто закрыта. Пока я не ебу, куда мне нужно... Ага, ну-ка, подождите-ка. Ключ от подсобки. Вот и все, блядь. Нажмите Escape, чтобы открыть инвентарь и затем ключ для использования. Хорошо. Значит, мы подходим вот таким образом к объекту. Использовать. И дверь открывается. Окей. Ну, ребят, визуально действительно очень прикольно все сделано. Помните, что можете сохраняться в любое время. Нажмите потом и убейте сохранить. Игра начнется в последнее. Хорошо. Замечательно. Давайте мы это сделаем сразу. На первый слой. Спасибо. Ага, уже начинается какая-то музыка. Вот, допустим, да, я подвинул сюда. И что? И все. Я же никак не смогу пройти теперь. То есть я, получается, заблокировал себе путь. Потому что эта-то хуйня никак никуда. То есть я не могу взять этот ящик и на себя его толкать. И сверху я никак не могу залезть. Вот это, конечно, очень... Нужно заделать дыру. По всей видимости, нам пригодятся какие-то доски. Здесь заперто. Но там есть дневник. Туда мы по-любому как-то попадем. Ага, здесь кто-то сидит. Жилая зона. Западное крыло. Это какой-то, блядь, зомби, что ли? Ключ с гравировкой меча. Естественно, мы все это дело подбираем. Это, наверное, хилочка. Зеленая трава. Да. Обязательно. И тут что? Квадратная опора. Угу. Какой-то предмет здесь понадобится. Еще один записи начальника. Солнечно. Боб сегодня накричал на меня за то, что я хотел выбросить пустую бутылку от вина. Странно. Насколько я помню, он вообще не пьет. Тогда зачем он складирует бутылки у себя в офисе? Солнечно. Мы обречены. Слухи о том, что вирус вырвался на свободу, оказались правдивыми. Напряжение между работниками нарастает. Мы уже не можем доверять друг другу. Неизвестно, кто уже заражен. Вдруг стало облачно. Томас сегодня вел себя очень странно. Он притащил ручной вентиль и заперся с ним в душевой. Мы попытались узнать, что происходит. Но он лишь сказал, что пытается защитить то, что хранится в секретной комнате. Опачки, ребят. А там уже кто-то, блядь, очнился. Может, там стоит как-то сжечь эти трупы, чтобы они тоже не встали. В шкаф залезть, открыть, что-то там полутать я тоже не могу. Хорошо. Понятно. Здесь будет какой-то вентиль. А с этой стороны я, допустим, могу дверь открыть? Нет. Хорошо. По коридору идти очень опасно. Мне кажется, где-то здесь должен быть ствол. Заперто. Дверь с гравировкой в виде меча. Ага. Все понял. У нас как раз имеется ключ. Замечательно. Красная трава. И еще одна зеленая трава. Насколько я помню, в резиденте можно было как-то эти травы комбинировать. И получать различные эффекты. Дневник Боба. Дождливо. Люди не знают. Ребят, просто охуенно у них, конечно, записи начинаются. Дождливо, пасмурно, солнечно. Люди не знают, что я использую время на сломанных часах как напоминание пароля. Меня это очень забавляет. Мне кажется, что я это круто придумал. Хотя трехзначный код несложно запомнить. С каждым годом я старею и помнить все всегда не смогу. А может это и не из-за старения, а из-за сильного постоянного стресса на работе. Поэтому я и придумал такой интересный способ держать всегда пароль перед глазами. Подсказка. Присядь на диван, выпей вина и полюбуйся картинами. Сломанные часы не относятся к коду сейфа. Они дают лишь подсказку. Солнечно. Проклятие. Вчера один из подопадных тигров напал на Райли. И теперь он походу зомбирован. Я не уверен, сможем ли мы дальше держать ситуацию под контролем. Но знаю, что доставать пистолет из сейфа пока нет необходимости. Так. А вот сейчас, ребята, необходимость появилась. Многие из персонал уже инфицированы. Я убрал две картины из южного коридора в целях безопасности. Никто сейчас не сможет запустить скрытый механизм. Хорошо. Значит, диван, вино и картина. Диван, вино и картина. Это что такое здесь? Ага, еще патрончики. Хорошо. Диван, вино, картина. Окей. Часы сломаны. Время застыло на безчетверти 7. Подождите, а нахуя нам тогда вот это вот все было? Сядь на диван, выпей вино, посмотри на картину. Здесь четверти 7. Ничего не произошло. Ну, потому что нужно здесь ввести пароль, а потом логично предположить, что что-то произойдет. Хорошо, еще раз. Давайте еще раз, ребят, прочитаем, потому что что-то я не понял. Подсказка. Присядь на диван, вино, картины. Сломанные часы не относятся к коду сейфа. Они дают лишь подсказку. Блядь, серьезно, что ли? Часы сломаны. Время застыло на безчетверти 7. У нас здесь даже есть карта, хорошо. Но мне это пока никак не поможет. Я не понимаю вот это вот уточнение. Диван, вино, картина без четверти 7. 6, 45 получается. Ну, не знаю. Давайте попробуем. 6, 45. Окей. 6, 45. И попробую нажать на кнопку. Ничего не произошло. А здесь почему-то 4 цифры. Очень странно. А почему 4 цифры? Ну-ка, а если... 18, 45. Подождите-ка. Ничего не произошло. Нет, эта кнопка, она совершенно к сейфу не относится. Это вот я вижу, куда-то провод там уходит. Возможно, потом мы сюда вернемся. Получается, вот он сейф. Он должен открыться. После того, как мы наберем верную комбинацию, получается, из 4 цифр, а не из 3. Почему 3-то цифры? Мы должны нажать ОК, и он откроется. Хуёво, что он не пикает. Если что, когда у нас неправильная комбинация, и не сбрасывает это сам автоматически. Диван, вино, картина. Подождите, давайте-ка, блядь, еще раз прочитаем. Хотя трехзначный код несложно запомнить. С каждым годом я старею. И помнить все всегда не смогу. Поэтому я и придумал такой интересный способ держать пароль перед глазами. Подсказка. Присядь на диван, выпей вина и полюбуйся картинами. Сломанные часы не относятся к коду сейфа. Они лишь дают подсказку. Какую, блядь, какую нахуй подсказку дают эти ебучие часы? Они сломаны. Время застыло на без четверти 7. Без четверти 7. И что? Присядь на диван. Так я, нахуй, не могу на него присесть. Блядь, ну с какими, с какими, нахуй, цифрами это может быть связано? Может быть, я не знаю, нужно количество этих самых предметов искать. Вот, допустим, диван. Он один. Потом вино. Сколько у нас здесь винных бутылок? У нас здесь их 5. И посмотри на картины. Картин 3. Давайте попробуем, получается, 1, 5, 3 набрать. 1, 5, 3. Окей. Ребята, ну ебать. Тут как бы без комментариев. У нас есть берета. Прекрасно. Нажмите Escape, чтобы открыть инвентарь. Нажмите на оружие, чтобы экипировать. Правую кнопку мыши поднять пистолет. Левая стрельба. Ну, вроде понятно. Взять. Стандартные патроны для пистолета. Так, вот это теперь нужно комбинировать с пестиком, да? Ну, все, да? Получается. А как стрелять? Он на курсор будет показывать, нет? Ага, все, понял. Значит, на правую мы нажимаем, переходим в режим прицеливания и затем шмаляем. Отлично. Ну, все, ребятки. У нас есть твол. Выходим. Сейчас перехуярим здесь всех. А эта дверка закрыта? Нет у нас? Ага, она прям какая-то железная. Так, этот жмурик что? Может, ему все-таки стоит контрольный дать? Или не будем пока тратить патроны? Так, надо в голову стрелять. В голову, блядь, я говорю, надо стрелять. Зачем ты ему в пузо стреляешь? Хорошо, четыре патрона. Четыре патрона ушло на доктора. Монета, естественно, мы подбираем. Это что такое? Архитектурный план текущей зоны. Обновляет карту после покупки. А, понятно. То есть на вот это все дело мы тратим. Ну, давайте возьмем, ребят, почему бы и нет. У нас как раз есть одна монетка. Зато мы будем знать, где что находится. Ух, ебать, какой здоровый особняк-то, а. Жилая зона, секретная комната. Комната наблюдения. Ага. А здесь бы на самом деле еще подсвечивались бы двери с зеленым цветом, которые мы уже открыли. Вот это было бы вообще здорово. Картина с пейзажем. Давайте ее возьмем. Какие-то гильзы вани валяются. Ваш инвентарь переполнен. Ага. А здесь в автомате мы можем купить пороха и накрафтить себе, получается, патроны. Очень здорово. У нас очень много травы. Она нас хиляет. Это сто процентов. Давайте мы вот сюда скинем все это дело. Да куда ты, блядь, пистолетом? Вот. Я его просто переместить хотел. Замечательно. Блядь. Взять. И теперь на правую. Все, все, понял. Все, ребята, мы разобрались. Идем дальше. У нас здесь еще неизведанная область. Так, здесь обязательно взяли. Простой генератор без батареи. Здесь у нас еще патрики валяются. Хорошо. Вон я вижу вентиль. Наверняка вентиль нужен вот сюда. Да, здесь даже изображение, видите, ребята, от вентиля. Получается, мы его покрутим, и вот эта вот вся херня откроется. Хорошо. Блядь. Раз, два, три, четыре. Прекрасно. И у него есть еще одна монета. На что мы ее можем потратить? Можем потратить на порох. Слушайте, ребята, мне кажется, неспроста вот так вот все развивается. Наверное, так и задумано. Специально, чтобы мы все это купили и скомбинировали. Да. А он как-то... Ага, вот так получается. В общем, методом тыка, ребят, мы сделали себе еще патроны и зарядили пистолет. Этот проснется, нет? Нет, он не проснется. Нам нужно попасть каким-то образом вот сюда. Дверь закрыта. Картина. Мы взяли картину, возможно, мы сможем, я не знаю, ее здесь постелить. Нужно заделать дыру. У нас есть картина, блядь, которую я оставил. Хорошо, мы тогда сейчас вместо картины вот так вот порох отставим и пойдем дальше. Давайте попробуем. Мало ли. Использовать. Вы не можете использовать картины с пейзажем. Может быть, скомбинировать с этой дыркой, нет? Допустим. Нет, слушайте, ребят, мы как-то должны сюда попасть. Здесь заперто. Может быть, стоит, да, сделать вот таким вот образом. Очень странно. Здесь я себе все заблокировал. Причем, смотрите, ребят, какого-то хуя он... Ящик. Отодвинулся. Кажется, я начинаю понимать. Мы должны обойти каким-то хером все эти комнаты. И с этой стороны мы должны пихать ящик. И закроем эту дыру. Да, будет все именно так. Я не понимаю, в чем проблема, почему мы не можем просто взять и перепрыгнуть. Хорошо, у нас есть какая-то картина. А, блядь, так здесь дверь. Ёпта-либо моя. А я ее даже не видел. Даже не заметил. Оказывается, здесь еще дверь была. Кажется, на стене была какая-то картина. Да-да-да-да-да. Тифтим, братан. Вот так. Хорошо, еще одного прибрали. Возьмем зеленые травки. Подхиляемся. Вот так. Все, ребят, все, все понятно. Нужно повесить картину. Возможно, две нам понадобятся картины, потому что еще одну я где-то видел. Идеально. Умри ты, ебаный в рот. Хорошо, спасибо. Ключ от ванной комнаты. Слушайте, ну очень здорово здесь все так рядом. И не так уж и сложно. Как мне казалось. Уборная. Дневник Джерри. 8 октября 97-го. Облачно. Меня повысили до лидера команды. Первым делом я изменил пароль от сейфа в секретной комнате на свой счастливый день. 3 февраля опять солнечно. Вирус очень мощный. Он быстро ускоряет обмен веществ в организме. От чего тело носителя начинает быстро гнить. Я весь день просидел в заперти. Никому нельзя доверять. Похоже, все заражены. Этот придурок Райли поцарапал меня. И моя рана теперь сильно зудит. По крайней мере, тут я в безопасности. Рана у него, да, блядь, зудит? Ну-ка, нахуй зомбарь где-то там. А что он там как-то, блядь, примыкался? Я даже не вижу. Жаль, камеру крутить нельзя. Ой, блядь, сука! Я же знал, нахуй, что он там. О, так она, ну что, получается, не обязательно их убивать? Я все равно его убью. Мало ли. Ой, блядь, сколько надо? Монета, да, хорошо. Монетка нам пригодится. Все, больше здесь ничего нет. Окей, нам нужно сейчас скомбинировать. Вот. Взять патроны. У нас есть вентиль. У нас там, блядь, немножко кто-то покоцал. Но не думаю, что стоит сейчас использовать траву. Очень много у нас травы. Вот, ну, пожалуй, сейчас, да, вот это скомбинируем, опять же. Да, и порох. Порох мы оставим. Где-то там я, блядь, видел картину. Давайте мы, ребят, пройдем сейчас. Да, да, вот она, вот она, вторая картина. Она нам наверняка понадобится. Есть батарея, которая нам тоже необходима. И еще одна зеленая трава. Пиздец, а что так много травы-то здесь накидали? Я, блядь, не настолько слабый. Чтоб меня вот так вот постоянно захиливали. Пока, блядь, ничего нельзя положить. Давайте сразу вентиль сейчас мы сюда. Да ебать в рот. Получается, все эти жмурики, они рано или поздно очнутся. В какой-то определенный момент. Так, эскейп. Вентиль. Использовать. А, нет. Вот оно как получается, да? Тихо-тихо-тихо. Сука, где монета моя? Где моя заслуженная монета, тварь? Ага, понял. А там сейф, там какой-то сейф. Угу. Помните, ребят, он там писал что-то в дневнике про свой счастливый день? Что-то, блядь, он писал про свой счастливый день? Не знаю. Возможно, нам нужно больше информации. В этом самом счастливом дне. Либо еще раз перечитать записку. Сюда мы поставим батарею. Хорошо. Что, братан, ты встанешь? Хорошо. Потерянные записи. Только сейчас заметил, что у нас, оказывается, когда заканчиваются патроны, он сам перезаряжает ствол. Это очень удобно. Потерянные записи. Я работаю здесь уже очень долго. До сих пор мало чего знаю об обособняке. Одно можно сказать наверняка, тут скрыто много секретов. Например, если повернуть все статуи во дворе в определенном направлении, что-то должно произойти. Еще немного о Бобе. Этот бедняк был заперт несколько часов. Если камера фиксирует какие-то нарушения в коридорах, сразу срабатывает ограждение и запирает нарушителя. Боб должен быть осторожнее со своими маленькими секретами из сейфа. Говоря о нем, я заметил, что он никогда не пытался починить сломанные часы в своем кабинете. Может, он просто ленится или что-то в этом роде. Нет, на самом деле это пароль. Значит, статуи во дворе, но я там краем глаза их уже видел. Слушайте, а что, блядь, мне вообще, как отсюда выбраться-то? Ребят, блядь, а нас закрыли, а что мне делать-то? Я еще и не сохранялся, хуй знает сколько времени. Как? Блядь, мне что надо было быстро пробегать, что ли, это все дело? А как я прочитал бы тогда эту записку? Вы не можете использовать... Вы убрали... Вы серьезно, блядь? Я убрал, блядь, оружие, и эта хуйня открылась? А почему вообще мне никто об этом не сказал? Я в пути. Зеленая трава. Естественно, взять. А, подождите, это камера. А я думаю, что пикает? Все, я понял. Это некая система безопасности получается. Ебаный врод. Сразу бы и сказали. Пароль очередной, да? Непонятно, правда, от чего. Часы. Путь тьмы проявится, когда время замрет. Путь тьмы проявится, когда время замрет. Ну вот она, наша картина, еще одна необходимая, да? Здесь красная трава. Что-нибудь еще есть интересное? Нет. Дневник Боба. Мне каждый день приходится придумывать разные истории для того, чтобы убедить подопытных делать себе инъекции. Энди принял строгие меры безопасности, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, поскольку вход в исследовательскую зону был закрыт. Секретный проход, единственный способ туда попасть. Не знаю, персонал начинает бунтовать против мер безопасности. Я начинаю беспокоиться о дальнейших событиях. Так, ну и получается дневники Боба у нас все закончились. Закончились дневники Боба. У нас два сейфа. Ну получается один сейф и здесь нужно еще что-то ввести. Наверное, это и есть какой-то секретный проход, да? За часами. Получается, здесь нам нужно ввести какие-то цифры и откроется. Хотя, вон, смотрите, там что-то 8-7 какие-то цифры. Ага, так, давайте слово уберем. Сейчас мы попробуем повесить картины. Здесь не хватало, да, двух картин. Потом мы жмякнем на эту кнопку и что-то должно произойти. Давайте мы сюда повесим одну. Сюда вторую. Ага, и что? И, наверное, ежелезная дверь. А, нет, подождите. Здесь что-то открылось. Что это за хуйня? Кусок сланца левый. Но, если честно, мне этот кусок вообще абсолютно ни о чем не говорит. Очень много зеленой травы. И при этом мало патронов. Но у нас есть монетки. Уже две монеты, нихуя себе. А когда это вы успели-то цены так вырасти? Там вроде никаких проходов не должно быть. Ну, окей, ребят, смотрите, что у нас получается. У нас получаются еще одни загадки. Две, получается, две загадки. Левый сланец... А, ну-ка, подождите-ка. Знаете, что я думаю? Знаете, что получается? В этом сейфе находится правый вот этот сланец. Мы должны подобрать сюда пароль. Потом мы должны подобрать пароль сюда. Наверное, откроются эти часы. Мы сможем пролезть. Вставим сланцы и пойдем дальше. Наверное, как-то так это должно все работать. Давайте возьмем. Теперь осталось подобрать пароль. Так, сейчас спокойно проверю. Потерянные записи. Сейчас мы это все почитаем. Сейчас мы дойдем до сейфа и попробуем подобрать комбинацию. Не знаю, правда, какую. Блядь! Вы погибли? Да ну нахуй! Серьезно? Только не говорите, что я с послед... Только, блядь, не говорите, что я с последнего сейфа. Начну играть. Да вы что, издеваетесь, блядь? Я подошел, когда уже шипы опускались. Почему я траву не скинул? Подождите, я точно отсюда начинаю? Да. Вроде записи все есть. Не знаю, давайте на всякий случай уберем... Оружие. Да ёб твою мать, ну я ж почти дошел, блядь. Хорошо. Сейчас сделаем, ребят, по-умному. Сейчас мы до сюда дойдем. Я, блядь, специально сохранюсь. И сейчас еще раз, да, вылезет? Все нахуй. Хорошо. Здесь получается тоже четыре цифры. Такие. Потерянные записи. Так. Много секретов. Если повернуть эту статую. Немного о Бобе. Этот бедняг был запернен, если есть в камере. Китану Шерст раз в отрождении запирает нарушителя. Боб должен быть осторожней со своими маленькими секретами из сейфа. Говоря о нем, я заметил, что он никогда не падает подсомленные часы. Просто ленится. Это не то. То есть, блядь, вот из этой записки мы должны были понять, что ствол, оказывается, надо убрать. Это нарушение. Ну, охуеть можно. А вот, дневник Боба. Люди не знают, что я использую время... Подождите, ну с Бобом-то мы уже разобрались. Дневник Джерри. Меня повысили до лидера команды от сейфа в секретной комнате на свой счастливый день. Угу. Ну, мне кажется, это и есть его счастливый день. Потому что его повысили. Он стал лидером. 8 октября. Так, октябрь это у нас 10. Давайте попробуем. 0, 8, 10. Попробуем наоборот. Потому что у американцев уже там все по-другому. Сначала месяц идет, а потом уже число. Сука. А какой, блядь, у тебя может быть счастливый день? На свой счастливый день. Вирус очень мощный. Он быстро гнить. Ну, явно, это не год, правильно? Хотя, хуй его знает. Давайте попробуем. 1997. 1997. 1998. Тоже вот. Какой, блядь, может быть счастливый день? То, что вирус очень мощный. 3 февраля. Или, может быть, 8 надо было без нолика набирать. Я не знаю. Но, по идее, здесь должно быть 3 цифры. Точнее, 4. Вот так-то, ребят. Болтореза не наебешь. Хотите взять? Хорошо. Мы это берем. Давайте сразу сохранимся. Замечательно. Ну, и теперь осталось, я не знаю, как-то вскрыть. Подождите, а где второй сланец? Открыть нужно каким-то образом часы. А, ну да. Получается, конечно, у нас здесь нихуя не подобрано было. Может, нас убили, блядь. Ну, слава богу, что все вот эти предметы, которые мы уже поставили, они стоят на своих местах. Это очень здорово. И убитые зомби уже не появляются. Допустим. Вот у меня есть эти сланцы, которые, естественно, нужно туда поставить. Здесь должен быть какой-то пароль. Возможно, возможно, путь тьмы проявится, когда время замрет. Ну, оно вроде как замерло. И на часах, что у нас там? Час. Час, блядь, 52, 53. Не знаю, 13, 53 давайте поставим. Когда, блядь, что часы замрут? Путь тьмы проявится, когда время замрет. Когда оно нахуй замрет? Когда время замрет? Ну-ка, подождите-ка, ребят. Возможно, это как-то связано с часами, которые, да, которые в офисе находятся. Ну-ка, подождите-ка, блядь. Часы сломаны. Время застыло на четверти 7. 6,45, да, у нас получается было. Ну-ка, попробуем. 6,45. 6,45. Вот так-то, ребят. Обращайтесь. Это у нас правый. Вставляем. Вы не можете использовать... Ну, блядь, давайте тогда левый используем. Вы не можете использовать кусок сланца левый. А в чем проблема? Может, блядь, мне стволом достать, а? Подождите, а почему я не могу использовать? Очень странно. Прямоугольное углубление. Прямоугольное углубление. Выберите предмет для комбинирования. Кристально чистый сланец с темно-синего окраса мне он понадобится. А-а-а! То есть мы, блядь... Подождите, и что? А мне теперь его надо как-то вытащить и вставить сюда. Все, я понял. То есть, получается, мне еще нужно найти два куска, соединить их, вставить сюда и откроется дверь. Подождите, а где я должен это все делать? У меня вот такой вопрос. Ну, я здесь как бы уже все облазил, нет? Вот тут, конечно, есть дверь, но я не знаю, она почему-то не открывается. В записке говорилось еще про какие-то статуи. А, вот, господи, у нас здесь опять уже есть дверь. Тих-тих-тих, блин, не надо. Берем билетов. Сейчас мы этого пацана завалим. Ну, куда ты там, нахуй, пошел? Я тебя убивать вообще-то собрался. Раз, два, три, четыре. Сука, живучее. Ну, хоть монетку у него есть. На том спасибо. Значит, вот эти статуи мы будем крутить. Что-то там появится, я не знаю, каким-то образом. Естественно, сюда нужна батарея, которую мы, наверное, сможем вытащить с предыдущего места. Ну, ребят, в общем, вот такая вот игрушечка, неплохо стилизированная. Закос под Resident Evil, в принципе, довольно неплохо и интересно. Если хотите продолжения, пишите обязательно об этом в комментариях, ставьте лайки. И давным-давно надо было подписаться, ребят. Всем пока!